здравствуйте всем здравствуйте борис сегодня мы с вами обсудим тему которая звучит сегодня с экранов телевизора с экранов радиоприемники мы все слышим это это история первой мировой войны так как проходит чествование столетнего юбилея вчера президент позавчера президент выступал на открытие памятника мемориала героям войны и в нашей такой политической атмосфере появляется некий запрос на восстановление память героев этой войны и вообще восстановление памяти вот как это насколько это идет в тему того что мы здесь вообще разговариваем обсуждаем было бы интересно наверно понять есть определенные подходы к этой тематике и некоторые люди говорят что это война отечественная 2 отечественная а некоторые называют ее империалистической вот чтобы сделать разговор более-менее конструктивным и интересным мы наверное займемся вот защитой вот этих позиций на сбором да я думаю борис вы займетесь защитой позиции что это война отечественная пожалуйста попрошайся всеми силами а я наоборот как старый такой прожженный эритроград эритроград доисторического материализма скажем так как говорил остаток бендер я буду защищать и говорить что позицию что эта война была империалистическая ну давайте я дам вам вступительное слово значит да да правильно мы отмечаем извиняюсь представлю еще раз борис это студент факультета журналистики это журналистики новосибирского государственного университета человек который будет представлять будущем наши сми надо отчасти до и я координатор новосибирского отделения сборского клуба или евгений петренев так вот да мы отмечаем столетний юбилей значит начало войны начала войны это не праздник конечно тут не то что даже отмечаем а вспоминает что это была за война и как мы в ней оказались а мы в ней оказались по уши и мы отдали миллионы жизней мы говорили сегодня о не сказали что мы будем говорить с разных позиций об этой войне так вот про название как раз про империстишку или отечественную войну в царский период действительно до революции эта война называлась второй отечественной но после наполеоновской войне после революции когда уже было установлен когда установилась советская историография новые советские ученые они еще раз проанализировали переработали этот период и назвали войну данную империалистической и это жилы до идеологи очень назвали империалистической вот что касается отечественной войне можно можно говорить что мы там грезили какими-то территориями это неправильно территории нам это хватало и территориями больше грезили как раз западные страны вот можно говорить что николай второй самолично грезил каким-то там панословизмом объединением славянского мира и вообще хотел объединить три русских города наконец-то в одно москва киев константинополь тоже такой взгляд имеет право на существование вот но но мы чтобы понять почему все таки отечественные с какой позиции должны разобраться с метафизики в солдатской военной метафизики ну хорошо борис секундочку вот давайте так вы обозначили тогда две темы значит территориальные все-таки вы считаете у россии были это значит объединение славянских народов и присоединение проливов босфора чудо-да-да-да-да расскажу вот это вы хотите отметить да я это хочу отметить да все это надо отметить да это надо сидеть пансловизма они не просто так витали они и себе и пансловизма которые были развиты в связи с тем что война началась с конфликта между сербией и на стороне и до следствия убийства и это все понятно и я предлагаю сейчас вот это тогда быстренько эти две стороны обсудить этого вопроса ну вот вы считаете вы вот вы доказываете что война имела право называться в то время отечественной потому что идеи пансловизма и идея потому что она определено началась и с идеей борьбы за определенные территории в том числе и забрали за славянские территории за защиту славянских народов защиту наших братьев давайте так немножко пройдемся по нашим братьям славянам значит хорошо начался конфликт из-за того что австро-венгрия объявила представила ультиматум сербии вследствие этого в россии состоялся мощный взрыв патриотического пансловистского скажем так подъема который поддержали все сми так называемые в то время назовем государственные я их бы не назвал но все свободные демократические сми поддержали вот этот патриотический прославянский взрыв взорвались им прямо дорвались было такое это отмечают многие историки аналитики это факт да это было я вот этот момент хочу отметить с какой стороны представьте себе вот такую ситуацию я говорю это потому что много читал этих материалов много читал аналитики исторической все сми в то время были такие же либеральные как и сегодня практически все за исключением там определенных ну ну будем сказать там были там черносотинские какие-то издания там еще там которые имели про государственные издания но в основном они все были либеральны и они вдруг взорвались идеями пансловизма и патриотизма и не насторожили там или канал дождь там или еще ну я уж это утрированно говорю ну или там определенная либеральная другая пресса наша взорвалась бы идеями государственного патриотизма вас бы это не насторожила да нет тем более происходящие события на украине то есть если бы она бы взорвалась с ключами давайте сначала кинем танки киева потом к ла маншу это очень бы насторожил за что я понимала что пришлось бы и мне я я наверно понятно выражаюсь я считаю что это была определенная провокация определенных сил международных которые имели влияние на сми российские которые взорвали значит вот такой пансловийский подъем патриотизма все бурлило практически все там бурлили ура ура давайте на войну забрать братушек сербов был такой момент давай будем до шальнадцатом году особенно вот это июнь конец июня особенно июль месяц когда вот решался вопрос когда в конце июня убили раз герцога фердинанда еще был момент определенного вас спокойствия на международной политикой бухерной зоны такой буфер на временной зоны отлично можно было избежать мирового конфликта и кто-то в этот конфликт толкал кто-то в этот конфликт толкал в том числе и наши сми скажем так средства массовой информации их тех времен которые бурно начали призывать я почему это отмечаю еще раз потому что через год после не определенную даже не через год буквально прошло определенное время эти же сми начали втыкать армии царю правительству палки в спину то же самое чем занимаются всегда либеральные сми они начали обвинять во всех грехах начали собирать всякие сплетни и практически начали убивать вот это вот то состояние патриотизма которое было вызвано началом войны то есть это была определенная провокация направленная на то чтобы втянуть россию в эту войну вот теперь теперь уж ладно я наверное обрушил на вашу голову в информационном плане правы то есть провокация была использована сверху и они этот момент использовали но я когда говорю про идеи поэнславизма они зародились до этого намного и я они имеют очень движение словно славянофилов да середина десна это очень серьезное движение с очень серьезными идеями и когда да они использовали эту провокацию но затянули в глобальный конфликт нужно еще понимать что помимо этих использованных инструментов были еще очень поздно и о которых мы пробежимся очень быстро еще полу инструмента по затягиванию то есть даже зависимость западных стран те же долги в которой втянули определенные когда определенные лица конкретно среди министров но именно это идея панславистская не завязанная на территориальном аспекте была благородной и было можно сказать отечественное другое дело что она была использована как провокация как некий политический инструмент который вместо того чтобы и как можно было можно было конечно можно было не втягиваться именно в крупномасштабный не не приказ не издавать о всеобщей мобилизации а помочь с сербом как-то по-другому это был конфликт двух маленьких политически до политически война даже маленьких австро венгрия была огромная империя и она вот как раз на эту небольшую страну сербию на как бы не я сейчас как русский человек говорю для меня единственная большая это россия по-настоящему большая все остальные маленькие вот особенно по сравнению с российской империи австро венгрия это маленькая была и приличная для австрийцев но для приличная империя вот но могли мы помочь и входило в зону интерес могли помочь политически и военно то есть все равно реализовать эти отечественные если рассматривать в рамках всего славянского мира идеи реализовать но аккуратно военно политически то есть отправляя тайную помощь поднимает там сербских постанцев и так далее но это было использовано когда как в итоге инструмент политической провокации но изначально из изначально вот эти панславистские идеи они носили благородный характер и те возможности на которой он обновает давайте короче значит идея панславизма теперь давайте займемся нашими братушками хорошо логично переходим к нашим братьям вы хотите сказать что идеи панславизма которые были завязаны в начале конфликта этой войны это имеет право для того чтобы называть эту войну отечественной с определенного аспекта да учитывать нужно конечно нельзя вот так слепо принимать теорию нужно учитывать вот это инструменты политической провокации ну да отчасти это можно рассматривать рассматривать как такой идеи панславизма как рывок к отечественной да к отечественной войне попытки этого воссоединения в виде отечественной второй отечественной войны ну скажем так последующая история эта история показала нам насколько вот это вот славянские народы вообще-то это в общем разобщенные народы ну вот вы об этом и скажите собственно говоря братушках ну братушки я бы сказал так ну сербы всегда были близки россии и понятно было что заступиться за сербов надо заступиться можно было политически мы возьмем те же самые идеи панславизма о болгарах там частично поляках поляка один венгры румыны тоже несут себе большой славянский элемент значит такой называть эти народы такими братскими с которыми за болгарию в свое время повоевали достаточно 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 хорошо после чего в болгарии получили мы в двух последующих войнах себе противниками болгаря совершенно без всякого зазора объявляла войну россии и воевала вот пожалуйста братский народ ну тем не менее да называть вот эти вот порывы заступаться за славян балканских что-то отечественная война я бы не стал все-таки это народы достаточно отдаленные которым надо помогать в условиях каких-то мирных мировых процессов надо помогать сербии надо было тогда помочь но не таким методом что вы ввязываться за него войну ладно прошли наверно этот вопрос да но прошли за оставим ваше мнение мое мнение вот так я не считаю что вот этот аргумент был за то чтобы объявлять войну отечественной идею вот заступничество за слоям дальше у меня вот такой вот вопрос по идее вот название отечественной войны я считаю что оно должно присваиваться такой войне такому действию где все на весь народ все общество от низов до верхов имеет общую цель общую то есть они соединяются в единой общей цели отражение врага или защиту каких-то интересов но как мы видели в войне с наполеоном ведь это было же колоссальное объединение духовное идеологическое именно всех слоев общества от самых низов крестьян крепостных до самых верхов то есть все стали на защиту отечества все пошли на поле бородино и все нам убирали как один то же самое мы видели во время великой отечественной войны все все люди нашей страны стали на защиту отечеству никто не был отстранен от этого действия что мы имели во время первой мировой войны так ли было все ли стали вот так вот дружно за эту все ли понимали цели этой войны как вы думаете я думаю если разбираться действительно если отстраняться от некоторых личностных позиций и сверпо адекватно разбирать конечно не все были за эту войну когда говорят что эта война объективистки объективистки и вполне адекватно усилила причины революции в принципе эти люди правы в чем-то именно в этом моменте они права они не права что потом начинают жутко плакать и мыть пожертвованы только это и делать вместо разбора но касаемо вот этого момента они правда усилили то есть не все были далеко за солдаты которые именно солдаты умирали они все равно умирали за отечество даже если был кто-то и далек а в принципе так опять же если а стране с отличных своих позиций ноги были очень многие далеки были от этого пансловизма даже руководство ну конечно господи 80 процентов населения россии крестьянское темное население практически очень мало грамотных людей им про какой-то пансловизм объединение им мобилизовали не исключаем что можно было объяснить эти идеи просто и по-крестьянски не объясняем не исключаем нет ничего невозможного это можно было делать но это нужно было так напрячь мозги действительно и провести серьезные образовательные и прочие реформы вот дать тому же столыпину шанс что-то сделать толыпин уже трудно думать ему да но и заранее то есть заранее подготовить дать ему подготовить какой-то фундамент к этому нет ни к войне а к вот этому пониманию но да они были далеке но опять же те солдаты которые шли все равно умирали за отечество потому что это такое свойство по по-другому не могли они нормальные солдаты воспринимать войну и к где бы наш солдат не воевал всегда воюю за отечество свойства русского солдата верить офицеру и выполнять приказ это есть тоже да но минито физически внутренне и есть еще одна просто свойства и русского склада ты вообще русского человека она называется совесть вот и совесть подсказывает что все-таки нужно его совесть выполнять приказ быть верным присяге да 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 за веру царя и отечество за веру царя и отечество вот именно да то есть и раз царь и отечество объявили эту войну то солдат вынужден выполнять этот приказ и проявлять определенный героизм а пригот проявлять героизма и не проявлять веса какого вот в той же крепости осовец скорее всего атака мертвецов атака мертвецов где было да да где не убила не убили даже слоновей дозы газа у русских солдат все равно пошли в атаку вот это еще один аргумент но вот сейчас это были такие аргументы внешние то есть они их можно принимать с определенным разбором можно их не принимать я понимаю сейчас хочу сказать сейчас короче хочу рассказать значит со своей главной позиции вообще амниновой о котором я додумался когда перерабатывал вообще всю мировую войну и почему она все таки должна называться отечественным самым рекламным моментом дело в том что это парадоксальный случай когда отечественная война произошла как как бы ее провели заранее то есть солдаты и офицеры все они выполнили роль таких санитаров отечества я сейчас объясню о чем идет речь значит мы семнадцатом и до восемнадцатого года официально как бы не дошли мы вышли из войны в семнадцатом году спорить на этот момент мы сейчас вообще не будем это отдельная тема скажем что наверное мы придерживаемся что это был все таки хитрый дипломатический ход да а не как утверждается со страсти многих пройдемся позорами так вот мы ушли семнадцатом из вышли в первую очередь из-за революции вот революция это по моему мнению не какая-то тетка которая без спроса значит ламывается в дом это просто резкий это резкий прогрессивный скачок это очень научное понятие и никогда не происходит просто так и причины революции всегда кроется в том что эволюция эволюция планомерный процесс прогрессивно он заходит в какой-то тупик и нужен просто резкий толчок так вот этот резкий толчок произошел и и получилось так что да отечество точнее его облик рухнул но благодаря чему не только благодаря рухнул он благодаря тому что он был испещрен этот строй многими болезнями болячками такими как зависимости долговые обязательства предатели внутренние и так далее его еще и добили те солдаты и офицеры которые сражались на полях первой мировой но они добили его они добивали именно строй они пацаны не зная сознательно не осознавая но подсознательно как бы говоря на будущее они добивали конкретно монархический романовский строй подсознательно понимаешь до версии немного парадоксально спорно спорно и парадоксально но попрошу меня все-таки попытаться вслушаться так вот добивали они этот строй подсознательно осознавая что он действительно болен и что он зашел в окончательный тупик и своими жертвами то есть и как нужно не только войной они могли этот строй обрушить война это была часть вообще они запустили и дальнейшие революции они запустили определенное колесо особого исторического процесса которое перемолола их и перемолола больной строй и которое дало отечеству отечеству россии самой россия сама не убиена как таковая родина не убиена они это понимали родину убить нельзя можно сломать строй а родину ты не не сломаешь так вот они сломали строй они запустили это колесо это колесо перемолола их но открыла дорогу новым организатором новым строителям которые пришли и на их кости пройдя через их кости построили построили спасли один ну-ка придали новый облик отечеству и построили новую империю но залог залог вот их такой победы восстановления отечества был заложен как-то как раз этими солдатами и офицерами которые гибли которые вступили в 1904 году войну да не то есть там как часть конечно эмигрировала потом в западные страны часть пошла за как говорите братушками резать своих же но это было как раз проявление работы вот этого к веса исторического которое перемалывался не вспоминается просто не вспомнился лозунг и последние станут вид первыми и прорабатывая пришел пониманию что это не просто лозунг и не просто теория даже а это конкретный такой конкретное историческое явление последние в этом случае должны были стать первыми но они не могли стать потому что им загораживали дорогу как раз эти недовольные солдаты и офицеры им загораживала загораживала дорогу участие в первой мировой им загораживала дорогу сам этот больной хромой строй и офицеры и солдаты сами того полностью в сознании это подсознательно только это чувство как бы взяли и выполнили миссию они доломали больной строй тем не менее открыл дорогу этим новым организатором и открыв дорогу будущему вообще своей родины потому что если бы они бы этого не сделали бы вот и сложилось бы если бы они бы не запустили это колесо которое их же и перемололо скорее всего произошло бы просто произошел бы откровенный раздел как и планировал из всего вами сказанного за 10 минут я понял так что солдаты и офицеры участвующие в первой войне запустили колесо истории который перемолол и которая дала которая обрушила вот больной хромой романовский строй уничтожила полностью но которая дала дорогу вы считаете что это сделали солдаты и офицеры которые воевали на фронтах хорошо я услышу в первую очередь давайте так давайте так в первую очередь да ну общество то было очень сложно и солдаты и офицеры которые звали мобилизовали на войну они были вынуждены просто выполнять приказ и идти за веру это царя и отечества воевать туда куда их пошлют и воевать не очень удачно всегда благодаря не очень удачным действиям высшего командования я хочу я услышал вашу мысль можно маленько пожаром исполнить давайте так если доказывать что эта война была имела какой-то отечественный характер я вам приведу такой пример как эта война началась во первых кто эту войну начал ведь вчера вы слышали выступление президента он там выступал на мемориале и выступление многих идеологов политологов историков сегодня как-то так раз 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 я слушаю и получается так что такая вот агрессивная германия там была что россия там всегда такая справедливая вот вошла в войну соступая за своих братьев сербов я вам скажу вот верну просто к реальной истории и скажу так элита российская втянула россию в эту войну элита на кого это элита работала и чьи интересы она при этом выполняла это вопрос отдельный и совершенно касается других тем не будем его сейчас затрагивать были там определенные лица это как министр иностранных дел сезонов сезонов да вот министр как не обороны военный министр назывался до сухомлинов вот эти вот люди которые видимо они очень хотели вступление россии в эту войну и тот же самый сезонов и вообще кабинет министров ведь они издали в середине июля приказ о мобилизации этот приказ подставил россию практически под приказ номер один это совсем другую визу другая история это временное провести а дай всеми правильно да они издали приказ о мобилизации российских войск был принят кабинетом министра и не там министр да это было другое по без участия самодержества и вот этот приказ был издан он был опубликован он был продвинут в действие значит и естественно противная сторона этот приказ услышал то есть россия практически объявила мобилизацию и в этом виновата верхушка элита даже не царь царь виноват только в том что он на эту элиту не смог повлиять слабовольнее ну еще не будем тоже этого касаться увлечен то он не увлечен слабовольнее получилось так и сазонов до последнего момента был тем человеком который мог не пустить россию в эту войну допустим последнего момента вы слышали такое что вот этот вот посол германский не помню конечно его фамилию хотел образумить при этом сейчас не стоял с нотой в кармане на пороге этого сазонова с нотой в кармане но предлагал еще некоторые условия для того чтобы не допустить втягивание войну и только мы не хотим с вами реально воевать давайте германия не хотела вступление в эту войну реально и николай не хотел вступление в эту войну но получилось так что элита в эту войну и все как бы захотели при этом до обработка мощнейшие средствами массовой информации ура ура патриотические призывы и вот пожалуйста и вот пожалуйста то мобилизовывают огромную россию крестьянскую и бросают в это бойню ну я не договорил немного у сазонова стоял стоял и последний момент когда уже сазонов отказался от всех предложений он уже предъявил ему ноту вступление герман об объявлении войны германии россии то есть порядок порядок был такой сначала россия объявила мобилизацию а потом уже германия объявила россии войну ну это как естественный шаг ладно потом далее август месяц россия вступает в войну и начинает помогать своими решительными такими мощными действиями помогать союзницы своей франции да ну как бы союзница да ну как союзница союзница но мы россия должна была огромное количество денег за строительство нашей великолепной западно-сибирской железной дороги которая под руководством вида строили не под руководством а он приучать и ну он втянул вот эти вот как сегодня говорят инвестиции привлек и вышли долги с франции но плюс его интересная денежная реформа россия была колоссально имела колоссальные задолженности и в честь этого она вынуждена была производить определенные военные действия мы начинаем эту войну прусской операции восточно-прусской операции калининград где сейчас да и на вас ученики туре больше еще происходило сразу же нету первая операция первое дело в августе было в восточной прусти которого мы разгромили в свое время свое время разводом который по-другому во время второй хорошо начали эту операцию она началась сначала успешно но потом в в результате несогласованных действий двух армий генерала самсонова и генерала ронен кампфа по моему получили мы катастрофическое поражение восточной пруссии сразу же первый же удар потом списывали там на ронен кампфа что он там предатель там агент немецкого империализма так далее ну что там все виноваты самсонова там не важно короче говоря потерпели обращаю еще раз внимание на чьей территории началась эта война куда мы пошли восточная пруссия я обращаю внимание потому что именно в связи с нашим термином отечественная война является ли нашим отечеством восточная пруссия ну допустим сейчас разговор уже совершенно другой после второй мировой войны территория калининградской области это не нашла что не важно но оставим эту тему но я вас понял тогда вы конкретизируете что так 2 операция тут же пошла это южная операция галицийская увеличение украина западная западная украина галиция значит буковина там и так далее вот это была операция довольно там успешно проводились с островенграме было намного успешнее вообще-то операции проще чем с пруссака пруссаки дали очень хорошие уроки для русской армии и с ними воевать было очень тяжело но с островенграм было по получше папа попроще стране но и 3 и 3 по 3 проводилась даже на территории польши является ли вот больше вот таким вот отечеством за которое вот россия вот все слои общества вот так вот могли ринуться вот так давайте освобождать вот этот галицию польшу восточную пруссию это наша отечественная война как думаете вот как я думал исторически нужно конечно разбираться исторически нет потому что галиция значит там особо русскими себя никогда не считали вот этой синдетичностью были большие проблемы так сказать коротенько так дело в том что западная украина была в то время немало прорусское пророссийское странеART не давили астра ингры устроили там практически геноцид прорусского населения вот и мировой концлагеря были именно вот на территории вот именно вот далее thickness об прогрузке были уничтожали первый генок valuable ум и был именно на территории границы уничтожили все прорусская все про русские настроения образовали идей сейчас там стрельцов каких-то там какие-то пошли там за австровергию воевать и вот оттуда вот идет вот это вот немаловажная часть вот это вот галичины вот это потом переродили в общем были большие проблемы с идентичной все вот с поляками тоже были большие проблемы потому что там противоречие внутренние еще со времен речи посполитой ну это понятно польша входила в состав российский но тем не менее в восточная часть в восточная часть то за которую царь был вынужден выдвинуть свои войска но это да потому что это территория воспринимать вот лично моя душа воспринимать вот польшу отечеством таким вот уж за которое вот надо вложить миллионы русских людей вот у меня не складывается вот может у вас складывается там атака вас отцы осовец шест крепость осовец на территории польши конечно там недалеко до осы всего ну и плюс потом еще там все операции там этот корпус помощи франции который пошел во францию помогать разве это пахнет тем чтобы называть эту войну отечественной смотрите я уж я что думаю вы поняли мы я понял вашу мысли я вот что думаю вот прям сейчас в процессе родилось я вот что думаю сейчас идеи вот этого самого заступничества за славянские народы и вообще идеи пансловизма как таковые они еще не пришло их время так по большому то есть мы сейчас с вами разбираемся пытаемся реально разобраться искренне вот но видимо не настало их время и вот их метафизика еще мы будем ее разгадывать разгадывать десятилетельно то есть эта теория как бы для нас закрыта несмотря ни на что поэтому мы не понимаем мы как бы не хотели но мы действительно как вы говорите не понимаем за что нужно было миллион уложить за ту же польшу то есть потому что просто это теория ментальная вся как нас закрыта я считаю что это огромная мировая авантюра в которую втянули россию определенные структуры мировые и они вот этим втягиванием россии в эту войну очень хорошо воспользовались впоследствии в том числе и не без их помощи было развязано вот это свержение того государственного строя который у нас был то есть в результате все-таки не большевистского переворота как вот сейчас модно говорить в зале не евральской революции да заставили царя отречься да это были совершенно разные вещи сейчас моды еще такая объединять это было удар по государству мы рассуждаем с вами как вот в контенте нашего изборского клуба как государственники бренд правильно я вы считаю стал упец был государственник мы его считаем для мы считаем что какие-то определенные государственные действия российской империи царской российской империи были государственные правильно важными там для развития будущего народа И мы считаем, что определенный процесс, который был запущен в результате Первой мировой войны, разрушил это государство впоследствии. Вы говорили много о том, что офицеры и солдаты там участвовали, там движение. Они как катализатор. Я не согласен. Оставьте, Борис, офицеров и солдат, которые воюют на фронтах. Многим из них, подавляющим большинству, было далеко не до политики. Да, там была агитация определенная, против войны и так далее, ходили. Но не они, вот эти вот агитаторы, являлись теми разрушителями, которые ударили по смыслам ведения этой войны. Разрушители находились в тылу. Я еще раз обращаю внимание. Сначала определенные силы толкнули Россию, втянули в эту войну. Потом эти же силы начали ее топить. И тыловое обеспечение рухнуло. Вот этот военный министр Сухомлинов, он не справился со своей. Его потом царь отстранил от этой должности. Тыловое обеспечение рухнуло полностью. То есть все те планы, программы, банковские средства, которые должны были запущены в определенный процесс, это было все полностью, ну почти полностью нарушено. Было сделано неправильно. Там была и коррупция, и в Росток. Потрясающе. То есть на фронтах слали, что попало. Солдаты не получали элементарного оружия, элементарных боеприпасов. В результате их героические действия захлебывались тут же, и у солдат и офицеров начиналось отторжение. Да, если не считать исключения, исключения были. Нас посылают вот сюда, на определенные территории, которые для нас не очень-то свои, воевать за какие-то интересы. При этом никто не обеспечивает. При этом еще пресса, та, которая орала ура, ура, вперед, бьет в спину, обвиняет во всех грехах, ну как всегда, военных. Понимаете, вот представьте вот эти вот настроения. И при этом страшные потери в результате определенных операций, которые были проиграны конкретно. Были удачные операции, были проигрышные операции, но в целом Россия эту войну тащила, тащила. Она в составе вот этой вот тантанты, она выполняла все свои слова. И она тащила не просто так, она тащила, расчищая дорогу, кровью расчищая дорогу солдат и офицеров к своему... Которые тогда пока ни о какой политике не... Так я и говорю, подсознаю, они не думали, конечно, они вообще в сознании не было. Они, если так разбираться, да, выполняли приказ. Но они, так если смотреть, они расчистили дорогу... А, к февр... Да. Пройдем вот этот вот... Они усилили вот эту ненависть, ненависть вот эту и объективистские причины. И таким образом сыграли катализатором разрушения во многом. Царь Николай II все-таки провел кое-какие организационные действия. Он сменил верховного главнокомандующего Николая Николаевича своего там родственника. Сам стал верховным главнокомандующим. Сменил военного министра Сухомлинова. Сменили многих генералов. Значит, и мы видим во второй половине войны, в общем-то, русские научились воевать даже с тевтонами, с немцами, с пруссаками в определенном отношении. Но и начались какие-то более-менее определенные действия, такие успешные, но, опять же, где-то неуспешные. С Турцией воевали успешно, с островом Венглевым воевали успешно. Значит, Россия в этой войне воевала, скажем так, достойно. Еще помогали. Вот, экспедиционный корпус. Это нужно отметить. Во Францию послали. Конечно, русские корпуса там были. Ну, был экспедиционный корпус, который помог в самое страшное время. Страшных битв. Давайте перейдем к Брестскому миру мы хотели как раз. К Брестскому миру? Ну, как раз, да. То есть, вы считаете, мы прошли такой момент, что термин отечественное или империалистическое, мы считаем, что мы решили или не считаем. Вы остаетесь при своем мнении, что все-таки это война отечественная. А я остаюсь, хорошо, оставайтесь. А я остаюсь при мнении, что советские историки все-таки были довольно умные ребята. Я не спрошу с этим. В этой войне название империалистическое, я считаю, что оно было более правильным. Я должен признать, что безумно сложно защищать, потому что я остаюсь, но мысль с очень тонкой позицией. С настолько тонкой, не заумной, а просто такой на грани, на легкой позиции. Защищать память тех людей, которые погибли в этой войне, надо. И то, что открывает им мемориалы. Это хорошо. Это достойно, это правильно. Надо помнить, надо помнить, чтить. Я все-таки, моя позиция такая, я против смысла той войны. Против. Я не хочу ее называть отечественной. Вот другой вопрос. Смотрите, Борис, а сколько там выросло людей, будущих талантливых полководцев? Которого второй, да, достаточно много. Они прошли путь от солдат. Вот этот момент. Ну, даже в гражданской войне, которые участвовали в гражданской войне. А гражданская война, это же не только стычка между белыми и красными. Это же еще и... Кого там только не было. Это еще и освобождение от внешней интервенции. Да, и вот я и говорю, были экспедиционные корпуса, все было. Американские, английские, французские, немецкие, японские. Китайские, да. То есть воспринимать гражданскую войну как стычка и братоубийственная война, это все-таки неправильно. Ведь определенные силы, и эти силы получились то, что красные, в конце концов, защищали войну от внешней интервенции, оккупации. Получилось так. А белые втягивали своих бывших союзников для того, чтобы постоянно хотели получить от них помощь, но помогали им там, не полагали, другой вопрос. Но получилось так. И это объективно. Это объективно. Правильно. Тот же самый мятеж чехословацкого корпуса произошел вот у нас на территории нашей Сибири в 2018 году. Ведь это же практически... Ну, это позор для российских офицеров. Когда они вот этими чешскими штыками, прикрывшись, смели зачатки советской власти... Ну да, было, пошли за спинами, позорно было. Позорно, подло. Позорно, подло. Жестные стали, превратились... Российские офицеры превратились в карателей. В карателей. И они, прикрывшись вот этими вот чешскими штыками. И то, что они устроили... Это нужно упомянуть, да. Потому что... И то, что... Нам же все рассказывают про бедных офицеров, а ни в чем не порядок. То, что устроили здесь каратели, и вот это вот белочехи, и вот эти вот офицеры, которые перешли... Офицерье, не офицеры, а офицерье. Офицерье, да. Согласен. И казаки. Вот это вот та сила, которая устроила просто карательный беспредел на территории вот даже нашей Сибири. Вы помните у нас сверхгероев революции? И кто там погиб? Это вот были первые представители той советской власти. Власть советов пришла, какая-никакая, там долго она продержалась бы, недолго. Пришли новые организаторы. Пришли организаторы, которые хотели что-то сделать. Там не все были большевики, там были и меньшевики, и сэры, и кадеты. Вся революция, и интеллигенция там, да. Но когда вот эти вот каратели, возмутившиеся тем, что какое-то быдло пришлось тут командовать ими, и они за спинами этих чехословацких корпусов пошли резать вместе с казаками, бить нагайками, проводить жесточайшие карательные операции, вот тогда уже народ восстал. Вот почему у нас в Сибири была партизанская война? Конкретная партизанская война? Потому что не выдержали люди вот этой карателей. Не выдержали. Но это другой вопрос. Хорошо, давайте вернемся все-таки к окончанию этой войны. Да. Ну, надеюсь, мы, наверное, условимся, что мы не проиграли. Нет, секундочку. Не проиграли, не проиграли, мы затронем. Германия проиграла. Мы все-таки заговорили о том, сколько людей вышло из этой войны. Будущих, да. Будущих наших полководцев. Это были и унтер-офицеры, вспомним, кто у нас был, Жуков, он был унтер-офицер. Значит, и прапорщики были, и даже капитаны и полковники. Вот маршал Шапошников, знаменитый теоретик военного движения. Бесценно военный опыт он был. Вне зависимости от политического аспекта. Шапошников был крупным военным офицером в царской армии. Василевский генерал, это же крупнейший наш военачальник. Он был штабс-капитаном. То есть он имел военное образование, штабное образование. То есть почему эти люди потом поднимали нашу военную науку. В общем, получили бесценно военный опыт. А все остальные там, Жуков, Конев, Толбухин, Рокоссовский. Это младший офицерский состав. Толбухин не помню точно. Но Рокоссовский точно, значит, ну неважно, там, такие вот. Малиновский, вот эти вот наши маршалы, которые потом... Это были представители народа, глубинки народа. Те, которые вот именно на этом патриотизме, на этом героизме поднимали свой военный талант. Вот в этом отношении, ну, может быть, не отечественное, но очень большое дело сделала вот эта вот военная наука. Она такая, я опять же говорю, на будущее отечественное. То есть на будущее. Вот мы видели в фантазических фильмах, когда иногда заслали какой-нибудь засланца в прошлое, чтобы он взял и исправил какой-то там момент или прикрыл человека, чтобы потом будущее, которое надо, свершилось. То есть здесь было так же, только это уже не в фантазическом фильме, это в реальности с Россией произошло и с русскими. То есть задел, да, но вот этот героизм и прочий бесценный военный опыт, он сыграл, как задел, как говорится, на будущую победу уже, уже бесспорно в Великой Отечественной войне 41-45-х годов. Но задел был там с 14 по 18 в войне, которая, по вашему мнению, вот просто вообще никак не была отечественной и являлась чистой, эмпириотической, которая являлась мировой авантюрой и так далее. Ну, Борис, я как бы просто говоря о дискуссии. Не, я понимаю, но вот это была предельная мысль, как раз озвучена уже совершенно конкретно. То есть, как такая отечественная война в прошлом за альтернативное еще не совершившееся будущее. Я хотел еще сказать о том, что эта война была ненавистна нашему народу. Она в конечном итоге, вот к 17-му году, она уже стала просто ненавистной. И вот те события, которые произошли в нашей стране, они во многом обусловлены тем, что эта война просто была ненавидима нашим народам. Вот представьте, столько жертв, столько колоссальных жертв, а люди ведь крестьяне, они уходят на войну, не возвращаясь, у них остаются там или вдовы, или приходят солдаты. Да дети, дети, многие дети. Хозяйство остается без хозяев. А детей заставляют потрачить за кусок хлеба вот эти вот кулаки, которых... Бедненькие кулачи, которых раскулачивали. За которых мы сегодня плачемся. Вот как же их бедных раскулачивали? Это были самые натуральные мироеды, которые пользовались вот этим вот положением населения, которое в результате этой войны просто было, ну, катастрофическое зато, что она в грязь. Они, дети и вдовы, потрачили на этих кулаков, они поднимались там, все это, сжировали, поднимались. Я, конечно, не всех хочу вот под одну гребенку. Да. Там были всякие люди в хозяйстве. Всякие люди были. В основном, в определенных районах именно поднимались такие крупные хозяйства, которые пользовались вот этим вот бедственным положением народа, который принесла вот эта война. Поэтому войну в конечном итоге возненавидели люто. И не только войну, есть разбираться, все связанное. И все, и все, что связано с этой войной. И в том числе, да, и правильно отметили, даже и церковь. Все возненавидели. Народ возненавидел. Потому что чувствовали вот эту вот чуждую интригу, которую прикрываются. Подставу. Подставу чувствуются. Это не та война отечественная, как с Наполеоном дрались, когда защищали. Нет, это тоже бесспорно. Враг пришел на землю. Враг пришел, да, и тут все встали. А тут какая-то подстава. Кто-то наживается, кто-то кого-то кости перемалывает, использует и так далее. И мы пришли в результате вот к февралю 17-го года, когда царь вынужден был в результате предательства, опять же, верхушки элиты, отказаться от престола. Было, да, его сподвигли на это. Его не только министры какие-то там подставили. Его подставила и военная верхушка. Ведь генерал русский, Алексеев, начальник генштаба, это свидатели, изменники. Они своего царя предали. Они подставили его, заставили капитулировать и отказаться от престола. Вы представляете, высшая военная верхушка. Не, я представляю, так они еще потом в мемуарах писали, что это они из Распутина. Что они там писали. Они уже многое написали, а правда они не придумали. Другой вопрос. Мы как люди, которые суждают с позиции пользы государства, вот этот вот слом той империи, того государства, это была высочайшая трагедия, которая привела потом к пролитию крови, к определенным трагическим событиям. И я лично считаю, последовавший, мы не будем сейчас подробно разбирать, последовавший Брестский мир, а это была очень большая дипломатическая, ну, может быть, грубо сделанная, но очень большая интрига завязывалась. Короче, это было непростое дело. Это был не просто выход России из войны, какая-то капитуляция. Нет, ну, Ленин объявил в октябре 1917 года декрет о земле и декрет о мире. Декрет о мире объявили, значит, надо войну прекращать. Ну, да. И после ноября, в декабре начались подвижки вот с этим Брестским миром. А уж как они там завязались, эти подвижки? Это уже было сложнейшая интрига. Сложнейшая интрига. Обвинять тут во всем большевиков, Ленина, ну, это просто помешательство. У большевиков было много направлений. И, кстати, именно на Брестском мире, на подписании Брестского мира завязались такие интриги внутри большевистской фракции, которые, я вам скажу, которые привели впоследствии к сталинским репрессиям 1937 года. Потому что тогда формировался вот этот раскол на два крыла большевистских. Одна русская имперская позиция большевиков, которая пошла, кстати, с Лениным, это Сталин, там, Ворошилов, там, Артем этот знаменитый, там, ну и так далее. И вторая. И вторая определенная структура, которая, как выясняют сегодня историки, выполняла совершенно другие заказы, работала совершенно другие силы. Троски, скажем, троски, троски компании. Не будем, значит, это самое сильно распространять. Ну, агент мирового финансового сионизма, скажем так, они своей задачей выполняли, и вот эти вот две силы столкнулись, и они грызлись, 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 грызли, в результате, это с Первой мировой войны, вот с этого, с Брестского мира, и пришло все это к сталинским репрессиям 37-38 года. И опять же, возвращаясь к Брестскому миру, без аннексий, по сути дела, и контрибуции мы в итоге вышли. А Германия платила аннексии, огромные. То есть там настолько осытой жизнью вообще забыли. О чем вы говорите? Ну да, не, я... Германия платила аннексии российским золотом. Почти 100 тонн золота перекачали в августе 2018 года. Два золота отправили в Германию, согласно Брестского договора, позорнейшего. Вот этот Брестский договор, который подписали в конечном итоге, Ленин сам называл противнейшим, позорнейшим, понимаешь? Потому что та большевистская верхушка, которая направила вот этот процесс к такому подписанию, она сделала все, чтобы вот этот договор подписать так, чтобы Россию просто обескровить. Понимаешь? И в августе месяце послали около 100 тонн золота в Германию, которую она потом своими катрибуциями выплатила Франции. Ну, вы говорите, в Германии, вы говорите, они выплатили российским золотом. Хорошо, да, если размирация так и есть. Я просто так думаю, что все равно мы... Ну, ладно, давайте подводить итоги. Давайте подводить итоги. Можно я скажу, да? Конечно. Значит, мы остались при своих мнениях. Что мы должны понимать, вне зависимости от наших мнений? То, что... И то, что это наше обращение к зрителям. Войну эту надо помнить. Помните героев. Мы в ней участвовали, и наши солдаты в ней погибали. Раз. Два. Мы должны в ней тщательно разбираться, потому что война была непростой, там было очень много интриг. Вот. И наше мнение, отечественное, она империалистическое, правильные в той или иной степени, к ним нужно искать аргументы. И если судить с особых позиций, и особенно тонких, то можно называть ее и отечественной, можно называть ее империалистической. Это два. Три. Мы не проиграли в этой войне, мы достойно ее вели. И мы, можно сказать, немного не так вышли, как хотелось бы, но это, опять же, был результат множественных интриг и предательств. Три. И четыре. Вне зависимости, опять же, от наших мнений, если мы сегодня, сто ли спустя, спросим, вот просто у людей, назовите отечественную войну, или там, назовите такую крупномасштабную войну, значимую для нашей страны, они назовут Великую Отечественную войну 41-45-го... И правильных годов. И, в принципе, правильно назовут, да. Вне зависимости от всех наших дискуссий, они назовут правильно, да, они назовут эту войну. Ну, или назовут войну с Наполеоном ту же. Отечественную. Да. И тоже совершенно правильно. И тоже совершенно правильно. И осознавая ту войну, возможно, она была не первым, не именно первым крупномасштабным военным конфликтом, не была она первым крупномасштабным военным конфликтом с таким числом жертв. Но эта война была ярким примером, во-первых, как раз вашей позиции такого... К чему приводят коммерческие и прочие предельные интересы, европейские и вообще западные. То есть она показала лицо капитализма истинное. Когда под эти интересы подставляют человеческие жизни. Вот как это приводит. И это прекрасно, и к этому привела, и показала этот пример, да. И, значит, плюс она с нашей страной провернула такой, с нашими людьми провернула такой трюк, что вследствие этой Первой мировой войны рухнула Российская империя, да, Романовская. Но потом, спустя совершенно немного времени, спустя гражданскую войну, в которой тоже были миллионные жертвы, она дала миру новую империю. Да, с новым направлением совершенно и с новыми идеями. Но в итоге, да, Советскую империю. То есть это немыслимый какой-то трюк за гранью добра и зла. Только русские на это способны. И еще, значит, мы сто лет спустя говорим, лишь бы не было войны. Мир, во всяком случае, лучше. Спасибо. Спасибо.